Много-много людей мне говорило, которые слушают лекции. Олег Геннадьевич, я уже знаю, что надо выполнять режим дня соблюдать. Я знаю об этом. Я знаю о том, как надо правильно питаться. Я знаю, что надо сохранить семью. Я знаю, что надо простить мужу. Я знаю, что нужно его принять. Нужно привыкнуть к его характеру. Я все это знаю, Олег Геннадьевич. Но я не могу подниматься рано утром. У меня нет сил. Я не могу простить мужа, потому что у меня нет сил. Я не могу его принять, потому что у меня нет сил. И даже помолиться у меня нет сил. Понимаете, главная проблема в жизни человека – это нет сил. Знаете, вот в чем корень зла. Люди ищут корень проблемы. Где корень проблемы? Нет сил. Корень проблемы. Нет возможности что-то сделать. У меня не хватает сил. А теперь я вам расскажу, откуда приходят силы. Если вы сможете в этом направлении свой шаг сделать, тогда вы победите в свою судьбу без всякого сомнения. Это не мой опыт, это опыт древних священных писаний. Послушайте меня внимательно. Силы всегда приходят через любовь. Поэтому одинокие люди заводят себе собачек, потому что им больше не с кем строить отношения любви. Потому что собачки, они всегда любят своих хозяев. Хоть они хорошие, хоть плохие. Хоть хороший у них характер, хоть плохой. Они всегда любят своих хозяев даже сквозь боль. Они все равно верны даже сквозь боль. Даже если хозяева пинают этих собачек. Ну понимаете, собачка, она не даст так много счастья, чтобы ты полностью был удовлетворен. Чтобы тебе хватило силы на все. Да, мы можем себе завести собачек, это факт. Но это не решает проблему глубоко. Любовь с собачкой тоже любовь. Она облегчает как-то жизнь. Но глубоко проблему не решает. Я не против собачек. Я просто говорю сейчас, люби. Дальше мы заводим себе детей, мы заводим себе мужей, для того, чтобы была вот эта любовь, сила, дающая счастье человеку. Потому что когда есть любовь, тогда приходит энтузиазм, счастье в жизни. Это уже лучше. Это уже лучше. Но они точно такие же, как животные люди. Они не сочные. У них есть судьба. Дети болеют, муж ошибается, делает глупости. Понимаете, из-за этого всего придется страдать. Поэтому нет взаимности полной, нет гармонии. Энергия счастья не будет постоянно поступать в сердце, чтобы тебе хватало на зарядку, на раннее вставание, на правильное питание, на прощение. Без этого жить невозможно. Жизнь становится тусклой, если ты не живешь правильно. Ваша между вами развивается пропасть. Отношения рушатся. Нужно всегда каждый день прощать, каждый день любить. Где же брать силы? Мы не можем взять силы просто от обычных людей. От животных тоже не хватает силы. Силы берутся только от Бога, мои хорошие. Но для того, чтобы взять от Бога силы, для этого нужно, это сам Бог так говорит нам в Священных Писаниях, для этого нужно полюбить, почувствовать любовь к человеку, который каждый день стремится к Богу. Пускай он будет, допустим, и сильно святой. Как часто люди, они очень сильно утрируют эту тему. Они говорят, Олег Геннадьевич, я не нашел своего святого. Да ты его не нашел, потому что ты святость-то не видишь.